Маршрут, организованный таким чином, как наведать усе место обороны Гомеля в 1941 году. Свой шлях делегации с представников улады политических и громадских объединений начала с ускладания кветок добротерской могилы под польщиком на аллее Героя у Гомеля. Наступная кропка маршрута – оборонный пункт в Поколюбичах. Хвилины молчания тут ушановали позвих каждого, кто не вернулся до дома. Здесь держали оборонополченцы полка Гомельского и 53-й дивизии НКВД. То, что мы понесли жертвы огромные, мы об этом должны постоянно помнить, чтобы такое больше не повторилось. А мой отец, летчик-истребитель, в 1944 году защищал небо Гомеля и познакомился с мамой на танцах в парке Лунычарского. И таких было 9 орлов, 9 человек. Слава Богу, все живые. Далее шлях делегации пролегал до братерской могилы у Костюковцем. Тут поховано 30 воинов, которые загинули в боях за вызволение поселка. До речи, на передании 70-ти годов Великой Перамоги тут у першиню заклали капсулу часу. Для подножия войскового похования зараз размешано послание до нащадка от 23 ветеранов Великой Чыной войны. Основная мета вахты памяти – захование исторической правды об Великой Чыной войне и светлой памяти об каждом герое. На обороне Гомеля змагалось 29 партизанских бригад, які объедновывали 117 отрадов. За героизм и мужность, проявленную в боротьбе з ворога, в звании Героя Советского Союза присвоено большим сотней выходцам с Гомельщины. Меж тем сегодня в Гомельском районе живут 92 ветераны, які самоданно змагались за нашу мирную, счастливую будущую. Катярина Шапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель.